приветствую всех как ваши дела как ваше настроение всем отличной недели сегодня хочу сделать расклад который делала некоторое время назад для спонсоров но не такой но нечто аналогичное вот и мне захотелось сделать и для общей аудитории расклад будет на одну позицию смотреть мы будем следующий вопрос какой кармы в развитии вы пришли в этот мир под словом развитие я понимаю ситуацию благодаря которым мы растем растем над собой как мы как я скорее всего буду ох 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 извиняюсь буду выстраивать этот расклад мы с вами посмотрим когда и в каком возрасте формировались ваши сценарии то есть какие для чего который поспособствовали вашему развитию смотреть мы будем на пятилетки по пятилеткам и по великим арканом только великие арканы значит это будет выглядеть примерно таким образом если кто захочет приобрести аналогичный расклад спонсорский напоминаю стоимость спонсорского расклада 400 рублей он на одну позицию тема есть у меня в разделе сообщества на главной страничке моего канала переходите в play нет не в плейлисты в раздел сообщества там найдете пост может быть два поста назад где я выложила анонс на спонсорский расклад один из последних и вот там есть темы раскладов которые уже у меня есть для спонсоров приготовленные можете зайти посмотреть какие там темы если интересно приобрести для этого вам нужно будет написать мне на почту вот я пока выкладываю карты работать будем на колоде тару небо и земля уже наверное все знают эту колоду я ее люблю мне очень нравится так значит пока так если что еще добавлю возраст посмотрим значит по пятилеткам нам важно найти великий аркан если мы находим великий аркан значит я предполагаю что вот в этом возрасте формировался один из ваших сценариев кармических уроков которые повлияли в дальнейшем на всю вашу говорится оставшуюся жизнь до в плане развития и каким образом мы посмотрим итак с момента рождения до пяти лет ищем великий аркан и значит первые пять лет вашей жизни выпадает сразу аркан умеренности да то есть первый первый ваш урок кармические сформировался в возрасте от нуля то есть от момента вашего рождения до пяти лет до пяти лет какой именно какой именно сценарий да какой именно сценарий знаете здесь такое ощущение что здесь сценарий был непосредственно связан с закладыванием именно эмоционального вашего фона безусловно это первые первое взаимодействие с мамой до которая нас обучает именно любви выражению эмоций в этом мире ну давайте уточним да что здесь за сценарий по же слов здесь смотрите сразу в этом возрасте скорее всего тогда когда вы научались только ходить да и познавали этот мир и вам было все интересно как нам здесь показывает пас жезлов тогда и встали скорее всего первые ограничения до когда вам возможно говорили туда не проявляя инициативу то есть проще говоря каком сценарий мы говорим речь идет о сценарии связанного непосредственно с проявлением инициативы да и вот тогда заложился вот этот вот сценарий с одной стороны лишения себя ради кого-то другого а с другой стороны как будто бы вот вам вас как-то знаете ограждали в своем выражении своем проявлении возможно что-то вы делали да и здесь не про то что вас наказывали а здесь вот как будто бы вас осаждали да что-то вам говорили возможно вот и вы это записали как ребенок на у себя на подкорке как те моменты что вот любой любая инициатива любое движение вперед да оно как будто бы не то что бы опасно но она чревато последствиями она чревато последствиями какими именно то то есть вот как будто бы невозможность дальше двигаться да здесь нету страхов какими именно наказание то есть вот здесь зарождался тот сценарий когда вам не давали свободу выражение себя да вот что сказать все время вам говорили так не надо так неправильно там не знаю сиди спокойно веди себя хорошо то здесь какие-то рамки очень жесткие выставлялись причем эти рамки именно вместе с аркана повешенным как будто бы вам говорили что вы должны лишить сами себя ради кого-то другого ну вот допустим например у вас были братья и сестры да и вот вам говорили о том что надо например поделиться до поделиться либо у тебя есть игрушки забирали у вас для того что поиграли там например другие дети или забирали у вас не знаю какую-то одежду либо еще что то что было вот именно как для вас как для ребенка до целый ваш мир и вот его как будто бы лишали вас лишали этого мира будь то игрушки будь то какие-то увлечения я не знаю что то что на тот момент было вашим и вот здесь вот как раз таки закладывались неправильные границы ваши то есть не умение выстраивать границ такое ощущение что а зачем мне вообще выстраивать границы когда так или иначе меня лишат того что для меня ценно и для меня важно то есть знаете вот как будто бы вот как это забирали у вас тоже что-то ваше и у вас сложился такой сценарий что вот мне и так ничего не принадлежит и вот здесь вот были как краски те первые моменты и сейчас возможно когда если вы с этим не работаете конечно же тогда вы тоже не понимаете что такое вообще границы что такое границы вы сами иногда можете нарушать границы другого человека и точно также и другие люди нарушают ваши личные границы то есть вопрос границ на у вас вот здесь закладывался в этом возрасте вот это вы знаете вот общее да то есть нет ничего личного все должно быть общее да вот поделись вот это вот поделись мне идет и постоянно как будто бы вот то что было вашим вы еще с кем-то разделяли даже если например эта кровать на то не знаю может быть на одной кровати вы спали ли там с братом сестрой с младшими братьями либо я не знаю либо спали вместе с мамой вот такое ощущение что вот как будто бы вашего пространства как такового не было вы здесь вот зарождались вот эти вот первые спи первые первые самые сценарии для чего ну то есть в принципе что мы поняли для чего для чего здесь была восьмерка педакли да вы видите и тройка педакли здесь вопросы ценности то есть знаете вы через эти моменты как будто бы в дальнейшем да вот если у вас есть какие-то трудности непосредственно связанные с заработком денег с профессиональной сферы то ну то есть у вас есть мастерство вы как будто бы не умеете его продавать то это как раз и непосредственно связано с вашей ценностью то есть вот вот эти вот первые пять лет закладывалась не по как раз таки ваша ценность самого себя то есть если там были нарушены границы и скорее всего из-за этого вы не можете сейчас понять свою собственную ценность через профессиональную сферу и как следствие вы не зарабатываете столько сколько вы достойны потому что вы не осознаете свои собственные ценности то есть вот эти вот сценарий они были заложены для этого так хорошо идем дальше от пяти до десяти лет здесь не было никаких заложено сценариев дальше от десяти до пятнадцати здесь тоже подростковый воздух все хорошо от 15 до 20 то есть я малый аркана разбирать не буду нас интересует только в великий значит от 15 до 20 лет такая вот юность да здесь был заложен сценарий аркана звезды здесь вот такое ощущение что закладывала все что связано непосредственно с творческим каким-то началом да то есть раскрыть с пониманием себя во первых первую очередь да здесь возможно у вас появились самые самые первые такие зачатки вопросов касательно именно того кто я есть здесь также всплыли вопросы ваши каких-то способностей возможно вы задумались у кого-то именно в этот воз в этом возрасте они и начали раскрываться и здесь если мы говорим о кармических уроках да то здесь вот что-то что связано непосредственно с чистотой с чистотой вашей души да то есть здесь особенно если вы женского пола потому что мужчин как-то не очень хотя в принципе не будем делить здесь по гендерному принадлежно гендерной принадлежности здесь в принципе вот все что связано именно со своим телом то как будто вы знаете вот может быть непринятие да как-то своего тела ощущение того что вот какая-то нечистота мне идет что вот тело не чистое то здесь как какие-то понятия закладывались касательно тела может быть это краски тот период когда идет половое созревание да у девочек вот какое-то вот отторжение что ли здесь не про то что вот месячные болезненные а здесь вот как я не знаю может быть все были какие-то какие-то разговоры велись да особенно если ваша семья она была такая вот религиозная да то вот здесь вот какое-то вот отношение к девочке идет не совсем ну не совсем чистая что ли здесь может появляться знаете как будто бы стыд как-то какой-то за свое тело кто-то знаете вот как будто бы начала грудь расти например и вот вы как-то стали стесняться что ли из нее показывают что кто-то ее завязывал специально чтобы она не была такой большой потому что вот как-то вот ваше восприятие казалось что это вот как-то но постыдно возможно наоборот ваше тело она была настолько прекрасным настолько изящным утонченным что вы привлекали взгляд противоположного пола и вот как-то знаете вот внутри ваше ощущение было что вот это стыдно ну то есть это как-то вот как порочно да здесь ваше не не восприятие себя и своего тела хорошо какой здесь сценарий был так здесь был заложен сценарий по поводу вашего дальнейшего движения продвижение вообще по жизни период знаете вот именно такого взросления когда нужно оставить вот то что было комфортно то что было приятно уютно так вот какую-то детскую наивность возможно дружба здесь была какая-то и вот вынуждены были расстаться возможно здесь кто-то переезжал да из-за того что может быть другой город поехали учиться либо вынуждены были разъехаться то есть вот здесь еще и расставание такое тоже присутствует а возможно здесь у кого-то как-то знаете ну родители уехали и вот вас оставили не знаю на попечении может быть тети в общем какой-то родственница и здесь вот появилась какой какая-то какое-то чувство вины что ли что как будто бы из-за меня это что-то произошло у кого-то может быть здесь и развод родителей произошел и вот здесь вот какая-то здесь понимаете звезда в принципе она очень такая чистая светлая это хороший аркан такой возвышенный но у меня здесь такое ощущение что у кого-то здесь вот прям психологические какие-то болезни начались связанные может быть переездом кого-то узнать как будто бы непринятие неприятие может быть я говорю из того что вот родители расстались развелись да и вот вы как будто бы почувствовали себя причиной их развода их расставания то здесь такое ощущение что вы знаете вот все было хорошо как будто бы да потом появилось какое-то вынужденное движение вперед и и вы как будто бы вот как заболели что ли может быть апатия была какая-то но вот мне кажется что здесь у кого-то вот какая-то психологическая хворь была либо физическая болезнь но она имела под собой подоплеку вот какую-то психологическую что здесь заболеть что мне здесь показывает знаете здесь может быть еще как-то связано с обучением то ли вы не хотели ехать туда куда вас допустим родители отправляли до на обучение и и вот вот вы как-то закрывались здесь связано с именно с дальнейшим путем вашей жизни либо вы хотели куда-то пойти учиться о вас не ну не отпустили то есть вот обучение да здесь играет тоже такой ключевой момент и это очень сильно как-то повлияло на вас коль выпала беликий аркан звезды хорошо для чего вам был дан вот этот вот кармический такой узел для чего он завязался что вы должны были понять ну во первых вы должны были научиться делать выбор и отстаивать свою точку зрения то есть в каком плане выбирать то что вас внутренне удовлетворяет то от чего вы будете получать внутреннее удовлетворение здесь не про то что вот мне нравится либо не нравится нет а здесь вы знаете вот я захотел и я я пойду то есть вот вы хотели допустим пойти учиться до поступать куда-то ну я не знаю художественную допустим школу а вам родители говорили какая художественная школа иди там на юриста или на врача это выгодно и вот вы со скрипя зубами пошли туда куда вам сказали родители не пошли туда куда вы хотели то есть не пошли за своей звездой не пошли за своим вот на этот внутренний зов да и что-то там вот в этот период вот пошло у вас не так вплоть до психосоматики как-то сработал то есть вам как бы показали что ванну в этот период был дан для того чтобы вы научились следовать своему собственному зову чтобы вы не колебались а выбирали то что очень важно и значимо для вас то есть вот этот вот период он должен был научить вас именно этому так хорошо идем дальше период с 20 до 25 лет ничего здесь нету 25 30 здесь тоже ничего 35 так 10 до 30 35 40 ошиблась сейчас сейчас найду 10 20 30 30 35 35 40 40 45 ничего 45 50 ага вот здесь у нас выпадает маг до 45 50 лет здесь у нас уже выпадает маг о чем нам говорит здесь маг здесь уже по моему идут уроки непосредственно становления себя знаете умение проявлять себя в социуме поступать так как вы хотите здесь такая энергия уверенная человека который знает что он хочет хорошо стоящий на ногах знаете такой даже не очень очень яркая личность в социуме то есть здесь урок на проявление себя на позиционирование себя причем знаете очень ярко так достаточно уверенно но все равно давайте посмотрим какой здесь какой здесь урок ну вот краски башни у нас и выпало до какая-то ситуация и дьявол вот здесь интересные уроки до 45 50 лет так а причем идет на убывание до сначала 16 аркан потом 15 здесь как будто бы идет откат назад ощущение того что вы как будто бы не проработали своего дьявола и либо этот период когда вам нужно будет прорабатывать своего дьявола то есть прорабатывать свои какие-то теневые аспекты возможно здесь будут моменты такие знаете очень яркого выражения себя через сексуальную энергию то есть там я не знаю желание создавать отношения в которых вы как-то вот будете очень активную роль играть независимо от того мужчина вы или женщина то есть вот то что вы в жизни как будто бы не попробовали вот в сексуальном аспекте здесь вот у вас про могут пробудиться вот такие желания то есть попробовать дать какая-то вот раскрепощенность идет до в плане того что мне уже можно да я уже в таком возрасте когда я могу делать все что я хочу но я не вижу чтобы здесь утром был такой какой-то знаете перекос здесь вот ощущение того что вы с одной стороны как будто бы заземляетесь то есть вы уже не видаете в облаках нет вот это вот романтизма наивности какой-то до детскости а есть такой рациональный хорошо стоящие на ногах человек который у которого знаете появляются какие-то желания причем это желание может быть я не знаю власти какой-то да может быть желание успеха признания и вот вы к этому стремитесь но вот на этом пути вам как будто бы знаете придется как восстать что ли восстать возможно против кого-то например впервые возможно вы себе позволите я не знаю жить вот как-то вот по своим правилам то есть здесь идет разрушение то есть вы ставите себя на первое место и все остальное как будто бы идет разрушение но это не в плохом ключе возможно внешне это может казаться для других людей негативно ну то есть допустим то что вы себе раньше не позволяли сейчас вы позволяете для вас то это хорошо потому что вы таким образом прорабатываете свои теневые аспекты давайте посмотрим какие именно вот она опять своя неуверенность до которой у нас там зарождалась и рыцари пендакли здесь вот именно профессиональная сфера идет то во что вы вкладывались здесь такое ощущение что знаете вот как будто бы были серой мышкой долгое время на работе вас никто не видел и не замечал а вы как будто бы делали ну очень много работы а потом вот как будто бы что-то случилось и допустим вам на работе там хозяин что-то сказал а вы а это а это мой проект это я его сделала да и такого такое недоумение как ты тебя вообще нигде не видно было то есть откуда ты появился вы так как а я здесь и работал да то есть и вы начинаете отстаивать да то есть нет я с этим проектом делиться никому не буду я в него вложила там силы и все такое усилие то есть нет здесь вот ощущение того что вы как-то уверена здесь уверенность идет не быстро вы не идете быстро к своему признанию до себя но вы идете с уверенностью то есть вот это вот неуверенность которая у вас была здесь как будто бы знаете вы сценарии прорабатываются именно ценности себя то что я говорила да вы себя не выбирали а здесь вы как будто бы понимаете свою собственную ценность и начинаете двигаться двигаться вперед но уже как-то так достаточно уверенно да потому что у вас появляются необходимые вам знания вы уже знаете здесь человек который был в тени а потом он вот как будто бы вышел на первый план возможно вас не было даже желание как-то проявляться до до этого а вот именно в эту пятилетку у вас как-то что-то такое появится это внутреннее желание больше взаимодействовать с людьми больше показывать свое мастерство больше рассказывать о себе то здесь будут разрушаться какие-то вот ложные картины себя какие-то возможно иллюзии возможно будут вы как будто бы себя увидите по-другому вы увидите где вы сами себя в чем как-то вот обманывали да вот именно в том образе который вы проецировали ну например вы общаетесь с человеком и вам казалось что вот ваше взаимодействие с ним она ну нормально и естественно а потом я не знаю послушали расклад пошли сходили например психолога и вам мастер сказал о том что а ты знаешь ты на самом деле не видишь человека ты видишь в этом человеке одного из своих родителей ты с ним поступаешь именно так как поступал бы со своим родителем либо хотел как поступить либо какие-то у тебя гельштаты с ним не закрыты и поэтому ты ведешь себя так и у вас как будто бы знаете спадают очки с глаз и вы а ну-ка я присмотрюсь и начинаете присматриваться к своему партнеру и такое ощущение что вы увидите впервые да а он оказывается и неплохое почему я так считала то есть вот здесь вы как будто воспадают какие-то маски маски с которыми вы жили долго и долгое время вот здесь вот эти вот иллюзии они падают они здесь как будто бы проходит какой-то морок и наступает ясность наступает ясность и здесь вот это вот как-то связано с вашими знаниями не знаю может быть вы чем-то начинаете увлекаться в плане психологии вот именно познание себя и вы начинаете видеть вот этот вот свой тень мой аспект дьявола как какую-то свою часть характер да и у нас выпадает король жезлов да то есть вы здесь вот какой-то очень яркий этап вашей жизни наступает здесь однозначно меняется характер человека на более открытый на более уверенный на более такой знаете позитивный раскрепощенный больше какой-то такой знаете вот храбрости что ли появляется очень интересный здесь этап а для чего он да для чего он да ну вот для вашего продвижения по аркану колесницы для того чтобы вы достигли тех целей которые ранее возможно вы только мечтали либо то что фантазировали представляли а сейчас как будто бы вам предоставилась такая возможность что вы это можете реализовать если например они вы хотели там зарабатывать энное количество денег и вам казалось что ну что это нереально то сейчас в силу того что вы стали более уверенным и поднялась ваша самооценка вы намного проще сможете достигнуть то что вы хотите плюс ко всему выйти вот именно из этого какого-то состояния вашего когда меня в принципе все удовлетворяет вот но как-то ну что-то такое пресное стало да не хватает каких-то красок в жизни да и здесь вот появляется желание что-то новое узнать невзирая на свою какую-то неуверенность двигаться вперед да здесь вы как будто бы знаете становитесь победителем преодолеваете себя здесь идет в внутреннее какое-то преодоление возможно каких-то своих собственных страхов в чем здесь знаете здесь идет не насильно а здесь у вас появляется желание вы даже сможете ну кто в этом возрасте находится вы сможете отследить что не знаю раньше вы как-то вот ну может быть боялись подойти к человеку познакомиться до либо боялись устроиться на работу как пройти собеседование что вам скажут а здесь наоборот у вас появляется вот там где есть вот это вот волнение да там где есть вот этом вот этот мандраж вас как будто бы туда тянет как магнитом что нет я хочу да то есть мне уже не страшно давай я попробую мне уже даже любопытно вот как будто бы другой человек здесь стали так интересно интересно это у нас было возраст 50 лет а значит от 50 до 55 правильно 30 10 20 30 40 50 значит от 50 до 55 здесь вообще прекрасный такой период у у нас выпадает аркан силы на как продолжение аркана мага то есть внутренняя уверенность здесь мы продолжаем работать над своими страхами только здесь уже страхи не внешние а здесь уже страхи наши внутренние и здесь у нас появляется такое ощущение что у вас появляются какие-то более глубокие знания здесь вы углубляетесь еще больше в самого себя здесь вы по у вас появляется какая-то вот сила воли вы становитесь более позитивными людьми только позитивными не в плане того что там трансервик реальности говорит об этом а здесь как-то вот вы нас на себе нас хочется сказать на своей шкуре сори за выражение ощущаете да сколько это классно быть таким знаете независимым человеком и человеком который вот верит в себя да то есть вот здесь какая-то вера появляется и появляется очень много энергии очень много позитива здесь вот прям продолжение до 10 целых 10 лет когда вы во первых вы собираете вокруг себя людей люди вообще просто ну хотят с вами знакомиться здесь у вас появляется какая-то вот харизма что это за харизма что у вас здесь появляется так что за харизма у вас здесь появляется ну смотрите здесь во первых уходе да скорее всего вы это прорабатываете уходит некая такая конфликтность уходит некая такая колкость которая у вас присутствовала знаете желание как-то защититься острый вас язычок уходят всевозможные предательства трудности обязательства здесь вот эти вот негативные карты они говорят о том как раз таки что вот это все именно уходят из вашей жизни вы это преодолеваете критика какая-то здесь кто-то работает непосредственно со своей реакцией на критику то есть вас это уже никак не трогает если как-то вы не могли определиться с тем куда вам идти не могли выбирать правильно людей не могли выбирать правильно работу для себя что значит правильно выбирать людей то есть выбирали людей которые с которыми вам нужно было про прорабатывать какие-то сценарии то сейчас вот в этот период вы уже притягиваете тех людей которые большей степени единомышленники для вас соратники с которым можно идти по жизни не для того чтобы прорабатывать сценарий а для того чтобы уже созидать свое будущее до созидать нечто такое позитивное нет уже вот этого вот груза да когда я все на себе тащу уже какие-то обязательства то есть это элементарно может быть что вот дети выросли то и появилось больше времени уже нету ответственности до за другого человеку я уже несу только ответственность за себя для чего для чего вам дан вот этот вот сценарий аркана сида для того чтобы вы проработали видите свое разбитое сердце вот и стали такой независимой огненной королевой жезлов до такой сексуальной то что я сказал здесь проработали долгое время вот помните там начале я говорила где-то у нас по повешенному здесь вот закладывался до в первую пятилетку какие-то сценарии на эмоциональные болезненные вот только вот к возрасту пятидесяти лет 50-55 да вы прорабатывать вот это вот свою вот эту жертвенность для того чтобы стать человеком который полагается исключительно на себя который не не реагирует да мне не берет близко к сердцу какие-то слова других людей человек который знает себя настолько хорошо что любые негативные слова его не затрагивают по причине того что я же не такой человек да то есть это не говорит о том что вы себя идеализирует это просто говорит о том что я не беру не принимаю на себя негатив потому что я не являюсь таким человеком а если у меня есть какие-то слабости либо какие-то недостатки я их и так знаю не надо мне их озвучивать да то есть здесь вот такой человек с внутренним стержнем с внутренней силой вот здесь вот это вот харизма который я говорил это ваша внутренняя сила на эту внутреннюю силу еще и королева жезла здесь выпадает вы будете притягивать людей но здесь больше идет не личная жизнь а здесь мне идет вот именно развитие профессиональной сферы проявления себя в социуме так 55 60 аркан шута да значит я так понимаю что во старая половина жизни она будет такая очень яркой да на кармические моменты так что здесь здесь вторая молодость до хочется сказать 55 60 лет вторая молодость когда здесь у вас появляются не уроки я не могу сказать что здесь не зрелость да не не наивность детскость нет здесь не про это здесь как будто вы знаете открывается у вас период путешествий период открытия мира период познания того что находится далеко от вас как-то так то есть здесь это скорее всего вы если это путешествие в физическом мире дата вы будете очень много передвигаться по крайней мере не знаю на ногах на машине там есть на лошади не важно то есть очень много движения очень много передвижения здесь либо это может быть метафорически внутренние какие-то ваши путешествия возможно вы начнете что-то для себя открывать какие-то абсолютно новые знания может быть новые методики новые не в плане того что вы не знали а инновационные именно да там я не знаю лечение с помощью воды которую заговаривают либо там я не знаю лечение как нейрографика с помощью рисования что-то такое то есть вы здесь какие-то инновационные моменты будут всплывать до ваше желание что-то новое что-то новое узнать причем смотрите здесь вы становитесь более уверенным человеком прорабатываете внешние страхи здесь и прорабатываете внутренние страхи а здесь аркан шута говорит об таком религиозном экстазе о неком таком безумии да то есть безумие не в плане сумасшедшая физическая а в плане разрешения себя то есть когда ваше бессознательное настолько явно про 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 являет себя что становится осознанным то есть вы постепенно становитесь осознанным человеком ключевое здесь отсутствие страха в новых каких-то начинаниях в новых своих движениях давайте посмотрим еще о чем какие сценарии вы здесь прорабатываете но выбор до выбор вот то что я и говорю расширяются ваши ваше сознание открываются дороги и вы определяете здесь очень важно вам не останавливаться да не говорите о том что вот мне уже 60 я устала уже все по четверке мячей нету сил не здесь наоборот как будто бы открывается второе дыхание и вам дается возможность на на изучение что-то новое причем на и смотрите 7 кубков да то есть возможности абсолютно колоссальное количество да хочешь профессиональной жизни хочешь в личные хочешь там поработать над собой неважно на чем то здесь вот вам остается только выбирать до королеву кубка в том числе и личные отношения для кого они были трудностями ну трудными до сложно было да то есть вот здесь моменты и чувствительности да тоже и моменты вот как-то неравных взаимоотношений до между людьми здесь тоже можно будет это все все прорабатывать и опять выпадает королева жезлов то есть тему отношений вы здесь тоже сможете проработать я не говорю о том что у вас будут новые отношения или вообще отношения о том что вы сможете проработать этот момент до того выбора когда вы выбирали не тех людей продолжается да у нас тема выбора здесь завершение здесь вы проходите что-то в этом возрасте вы бы будете проходить как завершение каких-то больших циклов в своей жизни связанные с чем ну здесь с ценностью себя до обучение вот дальнейшее движение опять здесь какие-то большие глобальные кармические уроки вы будете проходить да то есть это может быть для кого-то связано с семьей для кого-то с наследием для кого-то это может быть возможно с передачи там не знаю семейного бизнеса да вот мне здесь больше идет то что вы будете как-то вот путешествовать возможно здесь кто-то будет путешествовать по миру то здесь акцент на то чтобы не бояться двигаться дальше идти в будущее и какое-то будущее здесь такое ощущение что вот вам дается возможность аркан суда выпал до как перерождение то есть вы как будто бы завершили какой-то большой важный цикл кармических уроков даст то есть вот как будто бы развязка было и и дальше вы уже самостоятельно выбираете да вот каким путем вы пойдете то хочется сказать допустим вот как будто бы вне кармы да то есть вам дается возможность уже не на отработку она как это на создание да на созидание то есть не то что как будто бы знаете вот то что вы будете создавать она будет как будто бы заделан на на следующее ваше воплощение то есть вот до этого момента да вы отработали то что вот вам нужно было в этом воплощении а дальше вы как будто бы уже создаете какой-то фундамент на на свое собственное будущее и на следующее воплощение. То есть вот здесь как-то так. Но почему-то мне идет очень много путешествий, вот пеших прогулок. Может быть кто-то, то есть не обязательно ездить даже за границу, да. Вы можете даже в своем как-то регионе, может быть в соседнем городе, ну вот какие-то пешие прогулки, я не знаю, может быть в горы просто ходить. Здесь не то, что я выхожу в парк и прогуливаюсь, нет, а здесь именно прогулки, они имеют вот какую-то цель. То есть вы не просто так гуляете для того, чтобы отдохнуть, увидеть красоту, расслабиться, нет, а здесь вот вы как-то вот передвигаетесь, но вот с какой-то целью. Я не знаю, как это объяснить. Так, это у нас 60 лет, смотрим дальше. 60-65. Здесь ничего нет. 65-70. Тоже ничего нет. 70-75. Ничего. 75-80. Ага, в возрасте 80 лет нас накрыл отшельник. Так, что у нас тут с отшельником происходит? с отшельником у нас здесь шестерка мечей. здесь, мне кажется, как будто какие-то воспоминания о прошлом идут. Здесь появятся, знаете, какие-то мысли о том, что я еще не успел завершить, и вот как будто бы, знаете, ощущение того, что не так много времени осталось, и вот я должен доработать вот то, что я не сделал, то, что я не завершил. Здесь не идет речь о будущем, да, вот что-то хотел бы я сделать, а вот то, что как будто бы в прошлом что-то я не завершил, надо будет завершать. То есть здесь как будто бы будет направлено на то, что, не знаю, с кем ты не успел повидаться, надо встретиться. Кому-то не успел в свое время там сказать, что я тебя люблю, вот здесь вот надо обязательно написать, просто сказать. там, я не знаю, что-то кому-то не дал, надо, надо это отдать, надо как-то вот вернуть. Здесь вот как будто бы, знаете, по времени зачищение идет. Зачищение ну, как будто бы для последующего перехода. То есть надо закончить все дела. Надо закончить все дела. Для чего вам, какой здесь этот сценарий был, для чего? Вот суд, да? Вот как раз таки то, что я говорю. Завершение. Здесь такое чувство, понимаете, здесь нету сожаления о том, что грядет смерть. А здесь идет как раз таки речь о том, что я хочу уйти вот со спокойной душой. Я не говорю, чтобы в этот период придет физическая смерть. Я говорю, что здесь внутреннее такое ощущение, что я хочу пересмотреть свою жизнь, где что не доделал, доделать, где кому не успел сказать что-то, сказать, завершить, чтобы, знаете, переход был с чистой душой, что вот я в этом воплощении совершил абсолютно все, что было в моих силах, чтобы не было вот каких-то сожалений о том, что что-то не сделал, кому-то что-то не сказал, кого-то не увидел, куда-то не сходил, то есть куда-то не съездил, что-то не изучил. Чтобы не было это вот сожалений, вот этот период, да, на то, чтобы как раз таки, да, видите, и дальше нет великих арканов, чтобы закончить, закончить всю, ну, весь свой путь, да, причем, знаете, так красиво закончить, по отшельнику, по мудрецу, здесь нет того, что вот, например, там, из-за того, что здесь отшельник, что я буду жить там в дом престарелых, либо в одиночестве, нет, здесь не про это совсем, здесь вы будете в здравом таком разуме, хочется сказать, и в рассудке, и еще будете, дай бог, передвигаться на своих двоих, да, то есть нету здесь такого, что вот я не могу даже ходить, такой, здесь еще приказ, здесь хочется сказать, такой человек, такой боевой, ну, то есть силы, сил жизненных, еще очень-очень много, и еще очень-очень много, потому что, смотрите, дальше у нас как раз-таки идет ту жезла, да, как новое начало, как новая сила, возможность, так, ну, давайте подытожим, и я скажу, что этапы, а вы проверьте, это значит, от рождения до 5 лет, дальше от 15 до 27, дальше здесь у нас прекрасный этап 45-50, 50-55, 55-60, то есть вот 15 лет здесь такой хорошей, хорошей работы, и дальше 75-80, то есть даже до последних дней, хочется сказать, да, здесь работа кармическая будет происходить, да, вот такой у меня расклад был для вас, не знаю, насколько он вам откликнулся, насколько он вам понравился, об этом вы напишите мне в комментариях, я обязательно почитаю, вот, кому интересно, еще расскажу в завершении, что я делала два спонсорских расклада, вот в таком формате, на разные темы, я уже сейчас их не помню, но в разделе сообщества, отмотав два поста назад, два или три, вы посмотрите, там есть пост, где я как раз-таки говорила о том, что вышел новый спонсорский расклад, вот если вы его откроете, прочитаете, там есть темы, вы эти темы сможете увидеть, как и в каком возрасте у вас были ключевые какие-то моменты, как-то так называлось, не помню, в общем, два расклада было таких, кому интересно, можете их приобрести, стоимость одного спонсорского расклада 400 рублей, пишите мне на почту, либо в телеграм личное сообщение, либо в инстаграм, кому как удобнее, вот, и я дам вам ссылку на этот расклад, а я с вами прощаюсь, всем пока-пока!